Привет, дорогие друзья! Привет, дорогие зрители! Ну и чудо-комментаторы моё отдельное вам здравствуйте! Поговорим о семье Колесникова. Ребята, ну на самом деле чудо-комментаторов нет. Вы знаете, я ждала, ждала. Вот прибегут хомяки, начнут что-то писать, как-то бомбить во главе с Максом Черновым. Но смотрю, что даже его нет. Как-то всё, ну вообще, очень скучно в плане колёс стало и пресно. Нет даже защитников вот этих ярых фанатов канала. Либо их уже настолько разбомбили на других обзорных каналах, что они не прибегают. Либо они просто уже боятся впрягаться за колёс. Но да ладно, перейдём к самому обзору. Посмотрела я новоиспечённый стрим Колесникова, где Лёша начал рассказывать, что много у их зрителей скопилось к ним вопросов и тем. Лёша, о чём ты? Каких вопросов? Ты это сам придумал или тебе приснилось? Нет, к вам уже давным-давно никаких вопросов. Я вообще, ребята, удивляюсь тем людям, кто могут писать им хвалебные оды. То есть представьте, в какой жесть живут эти люди, какие у них какие-то непонятные стереотипы, двойные какие-то стандарты в голове, если они считают Лёшу хорошим отцом, Свету заботливой матерью. То есть в их понимании главное, да, хоть как-то накормить детей, одеть обуть и типа всё, максимальный, да, вот этот предельный максимум, как родителей, на этом выполнен. То есть сняли с себя ответственность и на этом всё закончили. И даже не задумываются о том, что на самом деле не колёса одевают своих детей, а Ютуб. Именно то, что они продают, да, со своего канала в виде роликов, это и обеспечивает детей. Точно так же в помощь идут посылки и, конечно же, шаровый дармовой василёк и грандсток, те, которые шмотки присылают бесплатно в обмен на обзор. А то, как одевают Колесникова своих детей, это, конечно, нечто. Каждую копейку просто жлобят. Ну и далее, ребята, отдельной темой, да, пошёл разговор с ребёнком. Расскажи, что ты увидела на встрече с Дедом Морозом. Там конфеты раздавали, всё. Вот это действительно занавес. То есть, у ребёнка самое главное событие, которое она запомнила на ёлке от встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, это раздавали бесплатные конфеты. Ну и далее, конечно же, вопрос от хомяков. Лёша, как прошёл ваш день? А он у них может как-то по-другому пройти? То есть, не так, как стандартно и типично. Всё, конечно же, одно и то же. Ну и далее, впрягся Лёша, когда увидел, что чат пустой, никто комментарии не пишет и начал бомбить. Очень много людей, у которых своих мозгов не хватает и начинают снимать обзоры на другие каналы. Ой, Лёха, тебе бы или Свете хотя бы половину мозгов и интеллекта обзорщиков. И было бы вам счастье. И всё бы пошло совершенно по-другому. Почему? Потому что все адекватные люди понимают, что погоду и тон в семье задаёт, конечно же, женщина. И тут, конечно, Лёше очень невыгодно, чтобы у Светы развивались хоть как-то мозги и хоть как-то был задействован, развит её интеллект. Потому что тогда бы Лёша уже не смог чувствовать себя царьком, да, владыкой этого большого семейства. И вот так всех жать к ногтю и диктовать только свои условия. Потому что тогда бы хоть как-то у Светы хватало силы воли, мужества, в конце концов воспрять, да, как типа птица феникс, пепла. И начать диктовать свои условия и рассказывать, как должно быть и как нужно относиться к ней и к её детям. Поэтому, конечно, очень выгодно самому Колесникову, чтобы Света была и дальше вот такой безропотной овцой, которая будет молча молчать, сопить в две дырочки и, конечно, на 100% подчиняться Лёше. Ну и началось. Куда вы, обзорщики, лезете? У самих мозгов не хватает что-то там поснимать, а типа на нас пиаритесь. Но забывает Лёша, что далеко не каждый готов снимать. Далеко не каждый готов зарабатывать деньги. И даже блогеры, ребята, есть совершенно разные. Есть люди, у которых есть чёткие личные границы, в которые они не впускают свою аудиторию. Вот показывают ровно то, что считают нужным показать. И только Колесниковых весь контент держится исключительно на детях. И когда он считает, что обзорщики раз снимают на него, то это степень какой-то популярности в его случае. Нет, Лёша, это голос возмущения, когда пытаются до вас достучаться и вам хоть что-то донести, как нужно относиться к собственным детям. Это голос возмущения, потому что обзорщики, это, как правило, 99,9% женщин, которые смотрят, как вы обращаетесь с собственными детьми, как вы их гнобите и как вы над ними издеваетесь, и не могут остаться равнодушными и пройти мимо этого. Кстати, при этом видят, как вы действительно сами калечите собственных детей. У них нет детства, вы им не даёте возможность мечтать, фантазировать, как-то развиваться. Они пытаются, а вы их по рукам. Поэтому нет, Лёша, вы не популярны. Люди просто в шоке, что и вот такое вот на Ютубе бывает и вылазит. И, кстати, если вы настолько популярны, то где ваша армия защитников? Где ваши комментарии бомбящие, топящие за вас? Ребята, я такого давно не встречала, где ролики, которые набирают 12-15 тысяч просмотров, имеют 26, 38, 46, 52 комментария. И это ещё с ответами колёс. То есть представьте, какая на самом деле утопия на канале. И как рассказывает сам Лёша, очень многое приходится чистить. Да, потому что люди смотрят, возмущаться начинают. А Лёше, ой, как мне нравится критика. Их нужно либо лизать, вылизывать, хвалить, какие они молодцы, либо вообще молчать и не место на канале. И то есть получается, опять-таки, снимают контент, сливают его в ролики эти на Ютуб для того, чтобы заработать. Но при этом никто не должен и не имеет права даже пискнуть в ответ. То есть требуется, что посмотреть ролик, поставить лайк и до свидания. Никто не разрешал высказывать свою точку зрения. Вот так вот видит свой канал именно Лоша. Ну и далее, конечно же, начал рассказывать о том, что дети у них развиты. Вот здесь мне стал вопрос. Ребят, я не хочу честно трогать тему детей, рассказывать о их умственном развитии, обо всём этом. Но все дураки прекрасно всё видят и понимают. Не буду поднимать эту тему. Но единственное, что меня действительно поражает, неужели Лёша считает, что дети могут саморазвиваться как-то самостоятельно. Он не понимает, что развитие детей лежит полностью на плечах своих, на плечах родителей. Если родители вкладывают души, если родители занимаются, стараются, вытягивают детей, да, читают какие-то книги, смотрят какие-то документальные фильмы, какие-то игры развивающие продумывают, придумывают, как-то, я не знаю, вплоть до того, что кроссворды разыгрывают, играют в игры, там, словосоставь и тому подобное. То есть разные вот такие вот развивающие моменты. То будет в семье счастье. А если семья только держится на том, чтобы снимать видосы и готовить жрать, то, простите, о каком развитии детей может идти речь. И здесь, ребята, даже не вопрос в том, какие дети, вопрос в том, как это допустили родители. Потому что, по большому счёту, это целиком и полностью вина лежит на родителях, потому что детьми никто не занимается. Они занимаются с детьми исключительно на камеру, да, нарисуй трёхугольник, треугольник или там, я не знаю, нарисуй квадратик, и вот оно всё. А так никто не делает. Поэтому, когда Лёша возмущается, что это сами люди, типа, недоразвитые, которые пишут за его детей, Лёша, займитесь, в конце концов, детьми. Вот просто займитесь. Мне искренне их жаль, потому что я понимаю, какая их ждёт судьба и какая их ждёт участь. А это будут пожизненно те дети, да, безвольные, которые будут и до конца своей жизни подчиняться, или Лёшиной подчиняться конкретно ему. Они действительно от него в зависимости. Они даже боятся принять какое-то самостоятельное решение, самостоятельно думать. И вот в этом во всём вина 100% их. Ну и далее, ребята, положил меня на лопатке комментарий от смеха. В наше время и двоих сложно поставить на ноги, а у людей 6 детей. Ну это смотря, как ставить. Вот реально смотря, как ставить детей на ноги. Как Колесникову можно и шестерых детей ставить на ноги. Почему, ребята? Потому что, согласитесь, когда тебе требуется, я не знаю, сделать какой-то таз винегрета, и будет тебе счастье. И отварить таз такой же макарон и особо не заморачиваться, то, конечно, и шестерых можно таким способом детей ставить на ноги. Вы мне покажите, где какие-то, я не знаю, лакомства, какие-то реальные угощения для детей. Где какие-то там, я не знаю, кранчи, мюсли для детей. Где какие-то сладости, вкусняшки, полезная пища. Где это всё на столе у колес. Всё, что они покупают, это самые дешёвые, я не знаю, самые вот реально акционные какие-то дешёвые продукты питания. Поэтому, так как они заботятся о своих детях, можно и шестерых поднимать на ноги. А вот таким, которые пишут, что и двоих люди не могут поднять на ноги, нужно начинать шевелиться, впахивать, работать, и будет вам счастье. И поднимите своих двоих детей на ноги. Ну и далее, конечно, начали написывать хомяки после провокационного комментария, почему Света не умеет готовить, чтобы посмотрите, сколько Света готовит вкусняшек. Я не знаю, ребята, но честно, они когда пишут за Света не вкусняшки, мне становится страшно за этих людей. И возникает вопрос, где они покупают себе продукты питания и что они едят, если это они считают действительно вкусняшками. И опять-таки, ребята, как же Лёша любит хвалебные оды, где хвалят его детей и пишут о том, какие они умняшки. Вот он прям цветет и пахнет, хотя и пальцем о палец не приложил, чтобы дети действительно стали умняшками. Целый день папа просто ходит с камерой и включает умняка, вместо того, чтобы действительно заниматься детьми, как-то их развивать, как-то их раззадоривать, расшевелить в конце концов, для того, чтобы вырасти свободных, независимых людей, которые не боятся этой жизни. Он же, наоборот, создает в детях кучу комплексов. Но, конечно, находятся хомяки, которые всё это поддерживают и не видят никаких странностей и отклонений в этой семье. И опять-таки, ребята, когда я услышала от Лёши, как он назвал бывших своих друзей крысёнышами, это было, конечно, нечто. И кто после этого может назвать вообще этих людей какими-то верующими, если они совершили один из самых серьёзных грехов, а это осуждение. Они осудили своих бывших друзей. Но вот эти какие-то, я не знаю, конечно, люди, которые их смотрят, поддерживают, их, я так понимаю, очень мало, на это, наверное, даже не обращают внимания, не слышат, не видят. Может, они, я не знаю, стримы Лёши в берушах слушают. Но вот так, ребята, это всё, конечно же, стрёмно-стрёмно выглядит. Ну и Света, молодец, недалеко уходит от Лёши, всегда на стриме с улыбкой какой-то жизнерадостной идиотки. Она сидит, её ничего не напрягает. Ей самое главное сидеть куда-то, смотреть вдаль и при этом просто улыбаться. Но Света, как Света, достойная жена своего мужа. Ну а на сегодня, ребята, я прощаюсь. Продолжение, конечно же, следует. Всем пока, до новых встреч!